Как известно, спортсмен может добиться высоких результатов и без природного таланта, но никогда без трудолюбия, упорства и целеустремленности. И, конечно, любой большой спортсмен начинается с первых проб своих сил в выбранной им дисциплине. Чем раньше начнутся первые тренировки, тем больше шансов на успех. На поле для мини-футбола столкнулись те, кто делает первые шаги не только в спорте, но и в жизни. Речь идет о соревновании среди команд детских садов. Играли маленькие спортсмены на поле стадиона юных пионеров в Твери. С наступлением весны на улице города возвращаются и занятия спорта. С особым нетерпением этого ждали юные футболисты. С 2018 года в областной столице проводятся соревнования по мини-футболу среди команд дошколят. В этом году на поле вышло 20 команд, в каждой по 6 участников. Этот проект был задуман с целью популяризировать футбол и здоровый образ жизни. Ведь из детского сада ребята сейчас выйдут в школу. Им надо будет определяться с выбором секции. Это первый шанс показать, что есть такой вид спорта. Познакомить с ним и дать возможность записаться в эту секцию. Перед началом соревнований с напутственным словом к маленьким спортсменам обратились депутаты Тверской городской думы. Так, Илья Холодов рассказал, что турнир удалось организовать благодаря взаимодействию администрации Твери, депутатов, спортивной школы Олимпийского резерва по футболу, коллективов дошкольных и образовательных учреждений. И поэтому ежегодно на свежем воздухе удается проводить настоящий спортивный праздник. Сейчас в детских садах особо остро стоит, да и во всей стране, вопрос здорового образа жизни и именно физической культуры. Для того, чтобы именно с детства прививать эти простые принципы здоровья. Ну и самое важное для депутатского корпуса, конечно, чтобы появились современные спортивные площадки на территории детских садов. В свою очередь депутат Тверской городской думы Татьяна Жомова отметила, что футбол это увлекательная и подвижная игра, в которую могут играть все. Кроме того, это здоровье и новые спортивные навыки. Это коллективная игра. Это детей растит не только в плане здоровья, но и в плане их морального воспитания, поддержки. Здесь очень много позитивных моментов. И я надеюсь, что в дальнейшем вот эти ребятишки продолжат профессионально заниматься спортом, но они также будут со спортом дружить. В соревнованиях участвовали не только мальчишки, в каждой команде были и девочки. Хотя в мини-футбол играют совсем маленькие ребята, с правилами тут все строго. Матчи проходили по пять минут в два этапа. Сначала состоялись предварительные игры по круговой системе в четырех группах. Лучшие команды из каждой выходили в финальный этап, где команды определяли между собой судьбу призовых мест. За юных футболистов эмоционально болели их воспитатели и инструкторы по физической культуре. По итогам турнира, кроме спортивных призов, детям вручили сладкие подарки.